В темных глубинах истории нацизма скрывается имя, о котором редко говорят вслух, но чьи действия навсегда изменили ход Второй мировой войны. Его называли не иначе, как «самым мерзким типом в истории СС». Раскрывая страницы его биографии, мы погружаемся в мир ужаса и чудовищных злодеяний. Готовы ли вы узнать правду об одном из самых жутких нацистов? Приготовьтесь раскрыть тайны человека, чья реальная жизнь до сих пор вызывает споры и догадки. Что скрывается за именем, о котором предпочитали молчать даже в самые откровенные времена? Начинаем. Номер один из самых безжалостных. Глобочник – это тот, кто организовывал казни. Один миллион семьсот пятьдесят тысяч ни в чем не повинных людей, включая женщин и детей. Как говорят те, кому «посчастливилось» его знать, у него никогда не было чего-то похожего на угрозение совести. Но таких было много среди служителей Третьего Рейха. Почему все-таки Глобочник попал в тройку самых страшных убийц за всю историю человечества? Тем более среди именно австрийцев он оказывается вообще на первом месте ужасного рейтинга. Все дело в особо циничном характере его преступлений. Он не просто изощренно лишал людей органов или жизни. Он еще и обогащался благодаря жертвам. На разных адресах он хранил килограммы драгоценностей. Он удовлетворял за их счет и весьма постыдные фантазии. Также историков впечатляет число жертв евреев. По большинству версий до полутора миллионов, то есть около четверти объема Холокоста – дело рук этого австрийца. Мало того, по его распоряжению было нейтрализовано минимум 250 тысяч представителей иных национальностей. Часть из них порой только за то, что при них нашли что-то ценное. В личном деле эсэсовца фигурировала такая характеристика – безрассудство и ухарство приводят его часто к нарушению установленных границ даже в рамках ордена эсэс. Цинник-расист, извращенец, хапуга – ведь от жадности и записали его безрассудным. Глобочник олицетворял собой типичного представителя людей без национальности. Краткая биография, начало карьеры и первые убийства Итак, вы уже поняли, что главный персонаж видео, как и сам Гитлер, являлся австрийцем. Он происходил из той части Австро-Венгрии, которая зовется Триестом и ныне принадлежит Италии, ее самому восточному региону, имеющему название Фреули-Венеция-Джулия. По официальной версии, отец – офицер австро-венгерской армии, кавалерист. Маль же происходила из Боната, пограничье Сербии и Румынии. Мемуаристы намекают, что в роду этих двоих были еще и немецкие, и даже венгерские корни. Род был интернациональным. Адила родился в 1904 году. Обычную школу посещал в Триесте. Как и многие в старину, пошел по стопам отца, закончив потом и военное заведение, уже в Санкт-Пельтоне. Семья этого человека, несмотря на родословную, идентифицировала себя подданными Австрии, не просто в гражданском, но и в культурном смысле. Адила идеально говорил по-немецки, школа была типично австрийская, обучаясь на военного, вплоть до конца Первой мировой войны, молодой человек готовил себя к войне с Антантой. Но война окончилась, а империя развалилась. Однако подросток душой остался именно с Австрией. Нужно было получать мирную профессию. 15-летний парень в 1919 году поехал в австрийский Клагенфурт, к слову, вместе со всей семьей, где с отличием окончил ремесленное училище. Никогда не был белоручкой, в свободное от занятий время подрабатывал носильщиком на вокзале. Став в 1923 году дипломированным инженером, трудился в строительных организациях, будучи еще первокурсником училища, не раздумывая, записался в молодежную организацию, провозглашающую лозунг «Австрия для австрийцев». Это был первый шажок на пути к службе у нацистов, которые придут к власти спустя 14 лет. Однако Адила не стал терять времени, вступив в Энсдап за два года до этого, еще в 1931 году. Бежал впереди паровоза. В партии. Не хотевший семью, а хотевший лишь карьеру, Адила подсуетился весьма кстати. Как известно, люди, получившие партийный билет Энсдап еще до того, как национал-социалисты добились всех ключевых постов, стали ядром Третьего рейха. В 1933 году он уже зам гауляйтера Каринтии, области Австрии, в которой учился. Потом еще и гауляйтерам Вены придется побывать. Теперь обратимся к 1934 году, когда Ариец уже важный функционер именно в СС. То есть он оказался в военной структуре, к которой Австрия еще четыре года до Аншлюса не имела отношения. Однако немецкие нации сразу приняли глобочника за своего. Лицевые показатели оказались вполне себе «нордическими». Увлечения немецкой культурой, стаж в правопопулистском движении, члены которого зарекомендовали его уже как истого сторонника этнических чисток. Все это говорило о том, что молодой человек точно достоин звания арийца. Он стал настолько важным, что в 1941 году, когда захвачена Польша, а СС по решению Энсдап становится карательной структурой, именно ему доверяют курировать, как представителю самого Гиммлера, сети управления СС и концентрационных лагерей. Однако первые убийства, к которым он имеет прямое отношение, касаются времени, когда глобочник еще не находился в лагерях смерти. Глобочник какое-то время был чем-то типа главного военного полицейского в оккупированной Польше. Он лично принимал участие в расстреле повстанцев и евреев, которых начали отлавливать еще до строительства самого первого лагеря. Дело в том, что в Люблине, польском городе, где была устроена его ставка, создали резервацию для евреев. С людьми, у которых на одежде была нашита звезда Давида, можно было делать все, что угодно. И делали. Гиммлер тогда назовет своего ставленника в польской структуре СС всесторонне развитой натурой. Действительно всесторонне. Лагеря смерти. Собибор, Бельзик, Треблинка, Майданок, Освенцем. Вот именно эти пять учреждений для утилизации и медицинских опытов станут детищем именно описываемого тут человека. По его личным указаниям тут все строили и оборудовали, завозили евреев и немного иных категорий узников, вынужденных заниматься грязной работой после каждого процесса уничтожения именно евреев. Очистка от евреев именно Польши получила наименование Рейнхард – смелая мощь. Рассуждая о названии операции, в которой упомянутый фашист стал царем и богом, непонятно, при чем тут смелость. Разве нужна она для того, чтобы насобирать по всей Польше полтора миллиона беззащитных людей, часть которых старики, женщины и дети. А потом довести до газовых камер, объясняя, что надо раздеться и помыться, одеться потом в чистую робу. Камеры были правда похожи на душевые кабины. Так что в первые месяцы паники не было. Травили именно угарным газом. Он шел из лейки, из которой люди ждали воды. Фанатично предан выполнению поставленных перед ним задач. Читаем мы далее в деле Глобочника. Каких таких задач? Оказывается, еще студентом, присоединившись к правым популистам австрийского региона Каринтия, он поклялся сам себе избавить родной для него Остеррайх от славян, мадьяр, влахов, евреев и цыган. Таким образом, он настолько яро желал избавляться от унтерменшей, что порой делал что-то раньше того часа, в который приходил приказ сверху. Он нарушал дисциплину. Но так как занимался он делом нужным для Третьего Рейха, то ему все сходило с рук. Склонность к форсированию событий, как вы уже знаете, обозначилась еще в том моменте его биографии, когда он присоединился к германским нациям, то есть к Третьему Рейху, за четыре года до того, как это сделало его отечеством Австрия. У Глобочника хватало энергии не только быть в курсе, но и лично руководить созданием довольно заметных по размеру поселений военных строителей из Третьего Рейха, в землях, захваченной еще в 39-м Польше и в только что приобретенных областях в СССР. Освоившись на местах, как раз эти люди и проектировали, а потом руководили и размещением комендатур со складами и лагерей. Черная же работа доставалась местному населению, а дальнейшее обустройство бараков и лагерей самим узникам. Концлагеря, особенно когда Рейх наладил ЖД-поставку суда тысяч унтарменшей, с вещами стали любимым детищем Глобочника. Почему? Просто внимательно смотрите дальше. Кражи и обогащение на крови. Возглавляя все СС в Польше, отдела в том числе отвечал и за все перемещения местного населения, то есть не только за доставку евреев к месту утилизации, но и за эвакуацию части поляков из их родных мест. Места эти теперь становились частью инфраструктуры, предназначенной для всех специалистов внутри структуры СС – от клерков, инженеров и строительных специалистов до солдат, охранных, конвойных и карательных лагерей, в том числе полицаев. Сам процесс таких перемещений был удобным поводом грабить как евреев, так и этнических поляков, а на советской территории еще и граждан СССР. Во-первых, евреям вещи уже были не нужны. Во-вторых, другим перемещаемым гражданам удавалось захватить с собой из дома лишь самую малость. В-третьих, и эта малость в чемоданах, сумках и карманах часто тоже чудесным образом оказывалась у эсэсовцев. Надо напомнить, что речь, говоря о всем периоде деятельности Глобочника, шла не просто о сотнях, а о сотнях тысяч людей. Одних только евреев, по самым скромным оценкам, было перемещено от миллиона до полутора миллионов. Самый большой куш получал от такого ограбления руководитель операции Рейнхард. Основное действующее лицо сей истории. Эвакуации проводились с особой жестокостью, а обладателей чего-то особенно ценного просто убивали. Конечно, без свидетелей, дабы не порочить Третий Рейх в банальных кражах. А если не было возможности сделать это украдкой, то обладателей ценностей тоже обвиняли в принадлежности к группе повстанцев, партизан, коммунистов, да кем угодно, лишь бы отправить еще и этих людей в лагеря. А уж там-то вещички в любом случае перейдут в ведомство эсэс. Основные четыре категории ограбленных. Евреи, этнические поляки, этнические украинцы и этнические цыгане. Последние, как известно, особо любили золото. Гиммлеру все это было известно, но он смотрел на проделки глобочника и его прикормленных в каждом отряде людей сквозь пальцы. В конце концов, многие бонзы энсдап превращались во время войны в обладателей чужой собственности. В итоге, по некоторым источникам вместе с евреями общее число ограбленных, а потом умерщленных, могло достигать 1 миллиона 750 тысяч человек. Только вдумайтесь в эту цифру. Для сравнения, это больше, чем все сегодняшнее население Гамбурга второго по размеру города в Германии. Вот кусочек отчетности. Из одного только Освенцима за полтора месяца в Германию доставили и распределили 222 тысячи 269 мужских костюмов и бельевых комплектов, 192 тысячи 652 набора дамской одежды, 99 тысяч 922 детской одежды. Одежда не была забрызгана кровью, ведь евреи сами снимали и аккуратно укладывали ее на скамьи, думая, что идут принимать душ. Волосы задохнувшихся, но еще не сожженных жертв шли на изготовление мягких тапочек для экипажей субмарин и наплетения сумок. Позже научились вытапливать жир на мыло. Золотые зубы тоже воровали еще до сожжения, переплавляли в слитки, чтобы потом сдать в Рейхсбанк. Насчет именно СС организация была самоокупаемой, даже являлась донором. Стекла очков, казненных, рождали свежие очки для служителей Третьего Рейха. Ну а про папки и абажуры из человеческой кожи вы сами знаете. Всей этой возней занимались узники, которые не были евреями, цыганами и коммунистами. Глобочник именовал их очень нужными людьми в системе нового европейского порядка. Гиммлер, когда указанная выше операция была закончена с немецкой педантичностью, требовал учета ценностей, полученных в ходе ее проведения. Украшения, наручные и цепочные часы, золотые и серебряные зубы, небольшая утварь из драгоценных металлов, наличные деньги. Само собой, Глобочник понимал, что забирать все себе и своим было нельзя. Львиная доля краденого складировалась эсэсовцами в надежном месте и подлежала учету. Гиммлер остался доволен. Но летом 1943 года, когда силам Рейха сломали хребет, он почему-то все равно отозвал своего протеже из Люблина. На Глобочника донес некто Цорнер. Его сменил Хёс. Бывшей главной персоне, описанной выше, эсэсовской операции, чуть было не поручили дела в более беспокойной части новоприобретенных земель, в нескольких областях СССР. Но потом сжалился и перевел Адила в родной Триест. Там он многих знал, а значит, был бы куда полезнее. Да только партизаны прочих деятелей сопротивления на этало-австрийской границы оказалось столько, что возглавленная им полиция ближе к 1944 году разбежалась. Сам он еле ноги унес, вернувшись в соседнюю австрийскую Каринтию, подарившую ему и все профессии, и политический статус. И в этой связи остается упомянуть, что Глобочник убивал лично и приказывал убивать людей не только из-за самих целей утилизации или ограбления. Еще с помощью издевательств и убийств он удовлетворял и свое эго, и конкретно свое либидо. Огромная власть, известно, развращает людей. Извращение. Группан фюрер СС, а одновременно руководитель городской полиции Люблина, Адила Глобочник не боялся уже практически ничего, кроме разве что самой смерти. Чаще находясь в Люблине своей ставки, соответственно, он куда больше навещал именно Люблинскую резервацию для евреев. Руководствуясь крепко сидящими в голове идеями расового превосходства, мужчина в самом расцвете половых сил удовлетворял гнусные садистские фантазии. Его охрана все хранила в тайне. Из немецкоязычных приближенных был лишь адъютант Эрнст Лерх. Остальные в личной гвардии были других корней. Эта четверка занималась такими вещами, что даже самого шефа СС Гиммлера как-то вырвало после расправы над восставшими в Белостоке евреями. Кстати, есть предположение, что еще до работы первых печей и газовых камер, в которых при одном лишь глобочнике исчезло полтора миллиона евреев, еще столько же было умерщвлено с помощью других карателей. До глобочника и после, ведь судя по переписи, до войны в Польше было три миллиона евреев. Гвардия глобочника отличалась беспримерной фантазией во всяких изуверствах. Наверное, у них он и учился. Они одинаково ненавидели всех. Начался арейский разврат, видимо, в 1933 году, причем в месяце, когда ни германские нации, ни тем более австрийские национал-шовинисты еще не пришли к власти. То есть глобочник совершал уголовно наказуемые деяния против унтерменшей и даже попадал за решетку. Впрочем, на более солидный срок он был приговорен за другое, именно за участие в вооруженном заговоре нацистов. Но так как они пришли к власти сразу же, как он попал в тюрьму, то и на этот раз понести серьезное наказание ему не удалось. В итоге рождалось и укреплялось чувство безнаказанности по отношению к определенной категории населения Европы. Глобочник был уверен, что империя нацистов покорит остатки Европы. СССР никогда не придется поплатиться. Посаженный властями Австрии в тюрьму, освобожденный глобочник уже сам стал тут властью. Вторым развлечением было лично наблюдать работу газовых камер в Бельзике. Как он это делал, история умалчивает. Возможно, сопровождаемый личной гвардией в противогазе наблюдал предсмертные судороги обнаженных евреев и евреек в возрасте от детского до глубоко старческого. Члены национал-социалистической верхушки перед смертью кое-что успели сообщить. То, что именно глобочник и уговорил Гиммлера применить в лагерях газовые камеры, так, мол, утилизация пойдет быстрее. А изобрел их эстонский немец Альфред Розенберг. Энтузиазм глобочника в деле убийства одними людьми других людей просто поражает воображение. Он, видимо, считал эти убийства не только вынужденными, но еще и в какой-то мере приятными. Кроме газовых камер появились еще и печи, содержимое которых после сжигания он тоже любил рассматривать во время обходов. Запах или вид его нисколько не смущали, сообщают нам воспоминания тех, кто его сопровождал. Самые крупные концлагеря находились на юге и юго-востоке нынешней Польши неспроста. Дело в том, что это был географический центр всех тех территорий, которые национал-социалистские Парта-Генойсе считали Европой. Значит, как раз сюда в логистическом плане было удобнее и быстрее свозить евреев, цыган, сопротивленцев и прочих со всех европейских стран. А с востока сюда шли эшелоны еще и с советскими военнопленными. Шеф лагерей мог наблюдать узников со всего материка, нередко готовый на час застыть перед бесконечной колонной, тянущейся от ЖД состава к баракам или же к хитрым душевым. Последнее, что стоит заметить, касаясь странностей Глобочника, он мог лично проинспектировать работу по доставанию из останков людей золотых коронок. Трупами занимались узники, которые изначально не были приговорены к смерти. Еще рассматривал процесс сортировки вещей в душевых после того, как подачу газа сюда останавливали. Глобочник ощущал себя хозяином всего этого несметного богатства. Тут надо повториться, что немалая часть полученных таким образом ценностей тайно шла и в его собственную заначку. Последние дни и смерть Глобочника 1945 год. Последние несколько месяцев в жизни Глобочника были связаны с регионом Каринтия и Италией. С группой самых ближайших единомышленников Глобочник поднялся в хорошо знакомые ему горы, укрывшись в крохотном альпийском шале близ Вайсензе. Дальше пути у этой компании разошлись. 31 мая 1945 года недалеко от обозначенной локации Глобочника на пару с личным адъютантом Эрнстом Лерхом арестовал британский отряд. Союзникам поручили освобождать от фашизма именно австро-словенско-итальянское пограничье. Глобочник пообещал главному офицеру несметные богатства, который держал в определенных местах. Мол, он укажет в каких, если получит гарантии сохранности жизни. Кстати, после ареста Адила и его адъютант были доставлены в замок недалеко от итальянского Паттернеоне. И именно здесь, почуяв что-то неладное, автор изуверских приказов покончил жизнь самоубийством. Он не был настолько наивен, чтобы предполагать, что ему и в случае краха Рейха удастся избежать наказания. Наказание за, возможно, самое глобальное массовое убийство. Конечно, он вшил в воротник ампулу с ядом, как показали врачи цианидом. Офицер СС раскусил ее после окончательного анализа складывающейся вокруг него обстановки. Настоятель местного костела наотрез отказался разрешить церемонию похорон глобочника на территории вверенного ему кладбища. Пастор, осенив себя крестом, посчитал такое предложение оскорблением для него и для всей его паствы. ССовца зарыли в стороне от могил. Нюрнбергский процесс, кто не знает, это 216 долгих заседаний суда, которые продлились почти год. Заседатели очень ждали, что и глобочника все-таки доставят суда. Но правосудие свершилось совсем не тем образом, на которое рассчитывали победители. Граждан которых в мега количестве уничтожал самый мерзкий тип, самый мерзкий из когда-либо известных организаций. Тем не менее, так или иначе, глобочника не стало. Он устроил суицид. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok